Стало понятно, что американская политика не опирается ни на что серьезное в этом регионе. Следующим американским лидерам, кто угодно, Обама сохранится или Ром не придет, тем более, будет очень трудно аргументировать перед собственной публикой, а зачем мы там находимся. Потому что вся волна поддержки так называемой арабской весны, начавшаяся в момент кризиса в Египте и потом набиравшая силы, она, конечно, основывалась на некой идеологической составляющей, что народ проснулся, народ хочет демократии. Мы давно об этом говорили, что этим кончится, и Соединенные Штаты не могут, как они любят говорить, они не могут оказаться на неправильной стороне истории. То есть надо поддержать народ. Парадокс заключается в том, что отчасти это правда. Понятно, что в арабском мире, как и везде, в остальном мире в последние 20-25 лет, диктаторские или авторитарные режимы из моды выходят. То есть арабы, как и любые граждане других стран, они хотят иметь воздействие на власть, они не хотят пожизненных правителей, они видят, что так уже нигде не живут практически, и почему, собственно, чем мы хуже. И в этом смысле, да, можно сказать, что идея демократических процедур, она, наконец-то, докатилась до Ближнего Востока. Но дальше сходство заканчивается, потому что содержание, форма демократическая принимается, как я понимаю, мусульманами и арабами в частности. Но содержание, естественно, будет вкладываться свое, потому что ценностный багаж и устремление, и культура, и религия другие. И это совершенно нормально. Поэтому сходство, о чем очень много писали на Западе в 2011 году, вот это попытки провести параллель с Восточной Европой конца 80-х, начала 90-х годов, вот на этом самом порыве за сменяемость власти, в общем, заканчивается. Дальше начинается свое содержание, и тут, поскольку оно сильно отличается от того, к чему привыкли на Западе, что не хотели бы видеть, тут начинается проблема. Потому что и так даже ливийская компания уже вызвала вопросы у многих в Америке, а, собственно, зачем нам это надо, и что мы там делаем. В условиях, когда уже невозможно ответить на вопрос, а что американцы делают в Афганистане, дальнейшее вовлечение в этом регионе будет вызывать растущее сопротивление, как концептуальное, то есть, что все равно ничего не выходит, и зачем там тратить силы и время. Во-вторых, Соединенные Штаты переживают серьезный экономический и финансовый кризис. И для любого следующего президента, особенно если все-таки республиканцам удастся победить, вопрос экономии средств становится просто остро актуальным, необходимым. Естественно, тогда тоже много возникнет сомнений, а правильно ли мы расходуем деньги, исходя из неправильных предпосылок. Если арабские массы все равно настолько неблагодарны и не видят, как мы их поддерживаем, то, собственно, что мы там делаем. И не случайно Ромни, который, мягко говоря, не близок к внешней политике, и он вполне оперирует штампами, то есть у него нет своих взглядов на эту тему, он оперирует теми штампами, которые привычны, благо это не очень нужно во время избирательной кампании. Но все-таки среди этих штампов одним из главных является то, что на Ближнем Востоке у нас есть один союзник, Израиль, и его мы должны поддерживать всеми средствами, любой ценой. Это отличается от того, что декларировал Обама. И сейчас кажется многим, что Ромни прав, потому что вот мы пытались переориентироваться, и вот мы что получили. Так что если в Америке вдруг все-таки сменится власть, хотя пока не очень похоже, поскольку Ромни, по-моему, делает сам все возможное, чтобы его не выбрали, но если вдруг это случится, я думаю, будет попытка возвращения к таким классическим инструментам и подходам на Ближнем Востоке, которые, к сожалению, для их инициаторов тоже работать не будут, поскольку ситуация сильно изменилась. И второе, на мой взгляд, очень важное и гораздо более серьезное следствие этих событий. Вообще, уже почти 20 лет с легкой руки покойного профессора Хантингтона говорят о столкновении цивилизации. Довольно долго это была просто игра ума, тем более, что то, что написал Хантингтон, оно, скажем так, не очевидно и не абсолютно. Там много спорного. Но вот сейчас такое ощущение, что мы начинаем двигаться к какой-то форме вот этого столкновения, правда, совсем не такой, как думали. Потому что, с одной стороны, агрессивная реакция, насильственная реакция в исламском мире на то, что мусульмане воспринимают как совершенно недопустимое оскорбление их религии, реакция, которая выплескивается не на тех, кто это делает, а на всех, кто с этим как-то может быть ассоциирован. А с другой стороны, совершенно такого же, на мой взгляд, по содержанию явления, которое настаивает на том, что безграничное право на выражение любых глупостей и провокаций является ценностью западного мира, которым он ни при каких условиях поступиться не может. Вот совершенно абсурдная ситуация, когда один придурок, извините, всё грозит сжечь Коран, и из-за этого гибнут люди, но при этом с ним ничего нельзя сделать, потому что он защищён первой поправкой Конституции США. А на мой взгляд, это, с одной стороны, некий тупик вот такого мировоззрения, а с другой стороны, это его радикализация и столкновение традиционализма в его радикальных формах с таким моральным либертарианством в не менее радикальных формах. И самое главное, что всё это воспроизводится. То есть в момент, когда только что убили посла, разгромили несколько посольств, и острый кризис с этим связанный, при этом там французский журнал сознательно публикует ещё одни вещи, которые вызовут ту же реакцию, прекрасно зная, что это вызовет, на мой взгляд, это уже свидетельство утраты каких бы то ни было рациональных, просто чувства самосохранения. И вот это гораздо хуже и опаснее, чем то, будут американские позиции укрепляться на Ближнем Востоке или нет. Первое, что бросается лично мне в глаза, это парадоксальность происходящего. С одной стороны, да, мы говорим о том, что арабский мир выступил против вестернизированных элит. С другой стороны, совершенно очевидно, что те, кто выступил против этих элит, апеллируют к поддержке того же Запада повсеместно. Это происходит и в Ливии, это происходит в Сирии, это происходит в некоторых других местах. Ливийцы приветствовали силы коалиции, сирийские повстанцы апеллируют к поддержке Запада. С другой стороны, одновременно, американцы заявляют о том, что они повсеместно борются с экстремизмом и радикализмом, а на деле фактически создают условия для того, чтобы радикальный ислам побеждал в исламском мире. На деле, так или иначе, они оказывают поддержку тем движениям, которые, в общем-то, изнутри подпитываются, в первую очередь, радикальными исламистами. То есть, можно, конечно, сказать, что это просто случайность. Из этого можно сделать вывод, что… Два вывода можно сделать. Или американцы, не понимая, чего они творят, вот просто действительно лепят горбатого к стене, и уже абсолютно выжили из ума. Или, что, на мой взгляд, гораздо более вероятно, американцы, в принципе, устраивают та хаотизация процесса, которая происходит. И, на самом деле, за этим стоит некий более продуманный замысел. Он говорит, вот американцы несут потери. Какие потери? Посла убили. Ну, мало там послов, что ли, в Америке? Знаете, на мой взгляд, пока американцы никаких серьёзных проблем, связанных с этими всеми событиями, не несут, ничего серьёзного пока, на самом деле, не происходит. Я не очень верю в то, что американцы не понимают, что они делают. Мне в это не верится. Я не вижу этому доказательств. Гораздо, мне кажется, более интересной выглядит ситуация, при которой американцы, в принципе, допускают хаотизацию процессов на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в исламском мире как таковом, потому что это позволит им в перспективе достичь более масштабных стратегических целей. К примеру, радикализация ислама. Американцы от этого, на самом деле, никак пока не страдают. А кто страдает? Кто может пострадать? Пострадать может, например, в принципе, эту волну рано или поздно можно будет направить в адрес основных геополитических конкурентов XXI века, в адрес Китая, в адрес Индии, в адрес России, потому что волна радикализма в любом случае дойдёт до исламских общин во всех этих странах, в адрес, например, той же Европы в том числе. Европа будет более нуждаться в защите американцев, Россия, Китай, Индия получат большие проблемы со своими исламскими общинами, как это, между прочим, уже и бывало неоднократно, когда радикальный ислам брал верх на традиционном. Американцы получат больший повод для того, чтобы оправдывать, например, свою силовую дипломатию в разных районах мира, говоря о том, что мир находится в опасности, и на самом деле ситуация бурлит, и они не могут быть к этому равнодушны. При этом у них есть все возможности сидеть на своём мировом острове и не иметь, на самом деле, особых проблем. Волнение, сжигание американских флагов, пока всё для них, откровенно говоря, как слону дробина. Никаких серьёзных проблем пока это не создаёт. Одновременно, конечно, ситуация с Израилем, как основным своим союзником, которого надо поддерживать. В этом смысле действительно очень интересная ситуация вокруг этого самого фильма, который два месяца лежал, никого не трогал, и вдруг выстрелил в самый интересный подходящий момент. Я, кстати, не согласен с тем, что это никак не сказалось на избирательной кампании. По оценкам тех же американцев, Обама потерял 2% рейтинга. Это достаточно серьёзно, учитывая то, что на самом деле Мит Ромни и Обама идут ноздря в ноздрю. Разделение между ними 4-5%. И 2% рейтинга могут оказаться решающими в день голосования. Хотя мне тоже кажется, что Обама пока скорее имеет предпочтительные шансы. Мне кажется, на это стоит обратить внимание. Потому что, рассуждая о том, что есть такой поступательный исторический процесс, народы арабского мира больше не могли терпеть тех или иных проблем. Они вышли на революции, эти революции победили, всё движется вперёд к развитию демократии. Но на самом деле это та самая линейная логика, которую, собственно говоря, тот же Запад нас всех и кормит уже на протяжении довольно долгого времени. А на мой взгляд, на самом деле, все эти процессы нелинейно развиваются. И в них большое количество всевозможных нюансов. А мы пытаемся анализировать ситуацию именно в той логике, которую на самом деле Запад нам и навязывает. Вот тирания, её свергли, дальше будет демократия. Ну что ж, там кто-то выступает, ай-яй-яй, как нехорошо. Вот смотрите, и мы тоже страдаем. Но на самом деле это продвижение к свободе. Опять же, мы говорим «арабская весна», при этом говорим о росте влияния тех же салафитов. Так всё-таки она арабская или салафитская? Салафит – это араб. Я понимаю, да. Или это революция радикального ислама? А салфит в том числе и радикальный ислам. Вот это и вопрос. Это арабский национализм или это исламское движение? Это арабский национализм, один из врагов салафита. Ну, вот в том-то и дело, понимаете? Поэтому можно ли эти вещи называть арабской весной? Но, на самом деле, здесь больше вопросов, чем ответов. И самый большой вопрос это в том, что все выступающие, я абсолютно согласен с тем, что они говорили, всё это очень интересно, но из ваших выступлений фактически делается вывод – американцы дураки, они не поняли, на какие грабли они наступили, теперь у них начались проблемы. А вот я в это не верю. Я не верю и не вижу, честно говоря, особых для этого доказательств, кроме того, что вот в Ливии убили посла и сожгли несколько посольств. Да, конечно, они несут определенные издержки, но пока эти издержки на самом деле не смертельные. И в итоге эти процессы, которые, кстати говоря, они могут направить и на разжигание внутреннего конфликта в исламском мире, например, Иран с одной стороны, и антииранские силы с другой, могут в итоге оказаться более выгодными для американцев, чем все те издержки небольшие, которые пока мы видим. Еще раз говорю, что да, возможно, я просто не знаю этих процессов настолько глубоко, но мне лично это бросается в глаза, парадоксальность вот этих вот мнений и взглядов по этому поводу. Потому что они в значительной степени друг друга исключают, они конфликтуют друг с другом. Вот они против вестернизированных элит одновременно, на самом деле, они играют на руку целому ряду американских проектов. Продолжение следует...